друзья всем привет добро пожаловать на канал мастер босс сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для сноураннера сегодня у нас на обзоре будет ребята мод татра от известного карта мододела янсерс янсорока классно делает моду люблю его моды с удовольствием катаюсь и действительно качественные моды интересные моды и он сделал вот такой вот татра пак ну на все делать я смысла наверное не вижу да какой-нибудь сейчас с вами такой стандартный выберем который больше всех наверное катается да у нас его и возьмем также я так понимаю пак прицепов у нас ребята к нему подходит который есть у него пак трейлеров и видим он также подходит а не только намаза теперь да и какие-то там дефолтные вот мазики у него что были а это кстати камаз какой-то азов да такой подходит еще и ко всему дефолту и подходит соответственно еще и данной татры ребята это на самом деле очень классно такой пак прицепов имеет включает все близко к дефолту и все аддоны по умолчанию оригинальные колеса звуки аддоны двигателей коробка передач также свои цвета свои иконки мелкий анимации изменение высоты подвески у нас также здесь ребята присутствуют а это вот изменение подвески да он пишет change как раз вот этот на хей да что идет и своя пиктограмма на карте для каждой модели вот это очень даже ребята круто а конечно такой вариант интересный такая техничка татра типа как париж до кашель до катается мышь я сейчас и посмотрим в общем перевозит вот он у нас здесь и в и вагончик смотрите на 2 очка еще там расходники что лежат то есть три очка груза да вот он у нас может перевозить и вот это уже store здорово кстати скольки осные трехосная такая у нас татры идет здесь да также распуск теперь перевозят короче много-много всего я надеюсь что все-таки получились хорошие татры да сейчас мы с вами их поглядим что-то новенькое давно уже честно говоря ребята хочется погнали смотреть в общем у нас здесь вот он большой список идет 4 на 4 давайте мы их здесь может быть или в гараже посмотреть ждет 4 на 4 идет следующая татра у нас идет 815 пр когда учима не отличается вот это явно побольше это явно поменьше какая-то идет у нас до первых на центре пр в татра 815 8 на 8 вот такая вот у нас вообще здесь здоровые присутствуют еще ребята четырехосная но так такие я не особо люблю короче погнали сами знаете что сделаем поехали в гараж поехали в гараж а мне надо его открыть сейчас подъедет еще тот только-только как раз зашел сейчас посмотрим что у нас в гараже с вами здесь присутствует вообще так на стоянку магазин грузовиков и поехали по татрам тогда у нас пробежимся здесь да вообще что у нас здесь с вами и на читатра 815 4 на 4 купить вывести со стоянки тогда может быть чисто по тюнингу пробежимся до модули кузова что у нас идет платформа дефолтная модуль с кунгом дефолтный модуль с кунгом с его я так понимаю идет детали для ремонта 1800 2 запасных колеса и топливный бак 120 литров смело можно добавлять ремонтный дефолт дефолт малая бортовая платформа не вообще не понимают от этого внешнего вида бляжи такой бортовая платформа на 2 очка видимо до грузовой кузов с бортами и погрузочный кран а это можно знаешь как вот так погрузочный погрузочный экран смотри вот такая где она мало и мало его ебать блять вариант да поехали кататься и вот так и на карту дефолт мне 24 доски нужно отвести ребята огонь вообще поездить так я так понимаю салон у всех абсолютно одинаковые давайте тогда посмотрим по салону значит анимации он ключа у нас присутствует анимация руля у нас присутствует с вами немного замыленная торпеда что конечно же не из хорошо классное освещение анимации зеркал нас есть знаете что кажется что нету лобового стекла вот так она есть а ну так она есть просто видать слишком прозрачный да вот так она видно что есть просто вот угол обзора и кажется что прозрачный прям серьезно идет у нас ручник у нас включается звуки у нас есть фару у нас фару у нас загораются ставим с вами ночь где ночь вот она ночь у нас фары включаются освещают в принципе нормально не сильно ярко подсветка у есть подсветка верхняя вот прикольная подсветка самой вот этой приборки уже честно говоря какая-то прям нехти смотрится не знаю какая она в жизни но здесь она смотрится явно прям как-то даже а не совсем красиво ребят промотать время рассвет с вами делаем у чему такая у нас татра аккуратненько идет до точки зацепа две точки зацепа сзади причем одна друг за другой идет на раме и на мостах да боковые у нас на раме идут и одна точка зацепа спереди убираем эту машину отсюда убираем ее отсюда пересаживаемся мы точнее отсюда и отсюда видимо вот так просто не убрать и поехали посмотрим что еще у нас по татрам присутствует сейчас возьмем какую-нибудь трехосную которая наверное у нас и должна быть я так понимаю 815 которую чаще всего будут использовать а вот в чем отличие 815 нтх 815 2 pr3 28 210 88 тысяч стоит 80 тысяч стоит вот 85 800 татра просто т 815 полный привод есть дифференциал постоянный нездоровенные видимо татра у нас будет вот 4 мостные до 8 на 8 татра 815 но ее еще такая есть бля я ну хоть бы в описании чё-то дала инфу какую-то но вот здоровенная давай посмотрим что у нас есть купить и вывести со стоянки по тюнингу по крайней мере посмотрим модули кузова дефолтные краны короче все ставится у нас распуск перевозят кран лесопогрузчик платформа дефолт очень дефолт 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 краны низкое седло высокое седло то есть своего ничего нету своего ничего нет но только разве что прицепы наверное у нас здесь с вами идут ребята данный мод на стоянку магазин грузовиков не совсем я понимаю для чего тут у нас последний татра тогда идет диана вот она 815 вездеходный 43 есть постоянный дифференциал тоже также все идет у нас тюнинг модули кузова все тоже самое все тоже самое абсолютно все дефолтный у нас здесь идет на стоянку магазин грузовиков ну давай тогда вот эту спортивную глянем осталось спортивно посмотреть ну и вот наверное вездеход за 80 или вот вот этот наверно будем выгонять здесь я вижу что свой по крайней мере есть борт за 88 200 который идет а вот спортивную на статра просто т-815 я очень не хватает я понимаю что там ты когда делаешь эту машину ты все про нее знаешь там да или и ребята которые там скажем катают все про нее знают там да но вот мы как простые обыватели простые игроки нихера не понимаю какой брать надо было наверное в описании что-то как-то что-то добавить какая что модель может быть что-то везет здесь тоже идет абсолютно все у нас ребята дефолтные вот только свой вешает здесь наконец-то экспедиция стартовала 18 марта 87 года и вернулась через 37 месяцев в апреле 90 года экспедиция прошла через шесть континентов и протянулась на 140 тысяч километров 4000 ремонта два запасных колеса 80 литров топливный бак я ну блять 500 литров топливный бак 10 колес смело можно закидывать ты чё братан и погрузочный кран ну вот свой короче есть вот такой аддон и покрасить можно я так понимаю в цвет да вот так она будет у нас так она будет у нас гораздо гораздо ребята симпатичнее смотреться покинуть гараж вот такая чисто ремка покататься до полный привод у нас подключаемый прикольно смотрится внутри все тоже самое что и в спальник только вроде добавился да поширше стала кабина вроде бы классно вот это круто вот это очень круто я вот это были шикардос правда можно смело добавлять тут топки колес именно такая знаешь крутая техничка будет здесь у нас гонять вот это реально очень и очень здорово смотрится вот этот вот реально интересный чехословакия мотоков какой-то здесь класс огонь там и наверху походу люди сидели да и наверху походу сидели и вон там сидячие места такие интерес а так здесь вообще автодом это как кемпинг ничего я думал это как техничка какая-то это реально такой автодом смотри здесь плита люди сидят короче наверху класс прикольно ну можно смело добавлять все это дело возвращаемся в гараж и берем тогда татру которую мы сами присмотрели за 88 тысяч тоже 815 80 тысяч вот это вот здесь я вижу что есть какой-то свой есть постоянный вывести со стоятки вот погнали погнали тогда что-то по ней ребята смотреть 4 вариации двигателя ставим сейчас на тест самый мощный 360 лошадиных сил объем 19 литров ни хера себе коробка оптимальный точная скоростная и вездеход ставим вездеходную коробку подвеску серийная нету кстати высокой или активной подвески на данном по крайней мере моде до шоссе иные у нас сразу стоит с вами 5 с хорошо 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 не братан мы будем ставить хорошо отлично отлично потому что мы сейчас поедем все это дело тестирование дорожные и для бездорожья плохо отлично отлично а мы оставим вот эти хорошо отлично отлично раз написано отлично значит мы верим чему что нам пишут да мощные средние улучшенные средние удлиненные средние мощные средние улучшенные средние запасное колесо нифига себе здесь их можно всяких колес короче накидать запасных поставить в одно место шноркель короткий с круглой насадкой короткий с круглой насадкой заебись просто короче цвет меняется да и вот теперь поехали модули кузове дефолтная платформа длинная платформа удлиненный вариант грузовой платформы ремонтный модуль бортовая платформа длинная бортовая платформа и погрузочный кран да это уже не поставят короче передняя сторона антенна заводские стояночные огни антенна прикольно крыша кабины кондиционер для кабины противотуманки на крыше задние крылья задние фонари меняются можно круглые поставить можно стандартные до передний бампер тоже разные вариации есть и прикольно смотрится лобовое стекло с перегородкой цельное стекло а смотри с перегородка может цель на стекло красавчик татар логотип поставить можно с этой стороны по центр поставить выхлопные трубы серийные у нас идут и диски с колпаком одного цвета и конечно же разные цвета можно сделать на любой вкус и цвет здесь ребята много всяких цветов у нас присутствует ну татара я не знаю я вот почему-то вот такие видел всегда татары слушай стоп а что меняется а двухцветные типа меняется бампера да ну вот это мне кажется поинтереснее будет я вот такую татару на всю жизнь желтый и видал ребята и также фигурки аксессуары у нас здесь какие-то можно установить я на это даже не смотрю покинуть гараж вот уже что-то поинтереснее дифференциал постоянно заблокированы ребята есть возможность подключения повышенной передачи также l плюс л минус 3 очка груза он может перевозить это уже радует дефолтные все прицепы плюс бортовой прицеп на 2 очка то есть пять очков в принципе можно ребята вести прицеп лесовоз полуприцеп сервисный прицеп короче а установлены другие прицеп или модуль он у нас его даже ничего не может по сути купить да мы никакой прицеп даже цистерну не можем здесь к сожалению взять может быть что-то сможем взять из пака прицепов который на можно установить полностью что я использую для всех своих модов например да загружается у нас сюда с вами три единицы груза раз два три радует где-то что-то вот так довести подключаемый полный привод где-то что-то довести это наверное все таки ребят здорово на вездеходной коробке передач у нас четырехступенчатый идет автомат ребята и сейчас посмотрим что у нас по скорости у нас по скорости набирает данный мод на повышенной сразу проверяем на повышенной 21 километра в час маловато можно еще четыре накинуть чтоб 25 было да и на четвертой вездеходной 45 километров в час в принципе достойная в принципе хорошая даже ребята скорость и на четвертой по асфальту он у нас уверенно здесь заезжает садимся внутрь приятная посадка руль видно логотип видно стекло здоровенно ехать удовольствием единственное что не видно зеркало нужно мышку вот бляк у зеркало здоровенно ребят смотрите вот мышку чуть-чуть повернуть реально зеркало как монитор второе хереть просто видно чё сзади происходит классно вот это молодец вот это реально молодец зеркалом скорость принципе нормально даже на вездеходной коробке передач 45 километров в час очень даже ничего очень даже ничего вариант ребят очень даже ничего слушай быстро нужно набирать скорость я на это побыстрее чем мазики твои вот так вот по первым ощущениям сейчас посмотрим как они в грязи ездят вот то что он возит три очка я уже очень рад если еще слушай если еще пак прицепов какой-то к нему цепляется на два на три очка прицеп 56 очков груза переводить с прицепом классно но у меня его такой вариант устраивает три очка где-то бывает что нужно довести классная тема стоп-сигнал у нас кстати работают лампочки заднего входа у нас также ребята здесь загорается анимация топливного бака у нас с вами присутствует анимация шарниров у нас там присутствует чуть не упали на камнях даже немножко как мне кажется жестковатая подвеска что-то он прям подпрыгивает листа как-то себя ведет так свес бампер может быть сейчас высокие да получаем урон но пролетает просто на ура анимации брызговиков которые проходят сквозь всего и вся у нас так же как так присутствует на четвертый врываемся в 70 грязь сразу падаем до 2 но набирает скорость уверенно уверенно набирать скорость здесь 70 грязи вообще не замечает 80 грязь стоит ему включать я думаю или плюс стоит я думаю а чё толпу ну включили но включили чё не проедет серьезная ну восьмидесятая грязь на ёкарный бабай или это нас вот это дерево так держит но все вы выбрался он типа там дерево у нас цеплялось 80 грязь едет ладно хорошо это реально хорошо но он и должен ехать в сотки уже да мы наверное встанем с вами но если он здесь будет потихонечку ползти я конечно буду очень этому рад лебедка закреплена не только только уже с лебедка ребят так уже с лебедкой l минус да здесь он у нас никуда не ползет только лебедку зацепили и вылазит ну это в принципе в сотой грязи в сотой грязи он по идее и не должен никуда ребята у нас ехать а давайте его отсюда вытащил чуть ли забор а буар это это да новый который а за слушая вот эту антарктику ни разу вообще на ней на и на не ездил давай за нее щас зацепимся стоям а пересесть для он и здорово да что салон ничего арктики я на ней не помню что даже ездил может быть когда-то на самом начальном этапе куда-то шо-то поехал блок диффа включаем я первый раз на нее сел очень наверное мне так кажется ну шо вытянем не вытянем походу дамки с вами сейчас назад но она вообще восьмидесятый прям так спокойно ползает даже не париться что может куда-то не проехать так и теперь вытаскиваем оттуда в нашу татру с блоком диффа явно это будет побыстрее лишь но тяжело так ли тяжело но арктика справляется и вытаскивает у нас ее оттуда суши прикольно мне нравится арктика в салоне посадка стрёмнаяожди ну-ка попрямее нужно встать как-то как-то нужно встать как она здесь уверенно ездит даже вот без блока диффа ну-ка давай садимся внутрь наш перекрывает циферблат не совсем хорошо посадка бляда и посадка вот пониже камеру нужно делать но приятный салон слушай нормально арктика ладно забыли про арктику идем татру я на ней не люблю почему-то как-то не лежит не с чем связано но как-то не то короче так выбираемся с вами на татре отсюда 70 грязь вообще пролетает просто на ура восьмидесятую потихонечку проезжает сотки стоит ну так наверно и должно быть если бы она еще и проезжала сотку было бы на я на это не похоже точно ребята а так очень шустрая вы посмотрите как она быстро выбирает скорость это вообще не похоже на я на 3 очка перевозят слушай классно бывают такие случаи когда необходимо довести груз когда необходимо довести груз вот ну две-три единицы да и чтобы не ехать полуприцепом потому что честно скажу полуприцеп ребят подзебал уже вот постоянно на нем ездишь и хочется чисто на бортах поезда и вот в этом случае татра меня лично радует я вот что на камазе мустанг по три очка люблю ездить что мтвр нравится да там по три очка возят и вот теперь татра меня устраивает и проходимость меня такая устраивает вообще все серьезно прям вот советую рыбят очень неплохой очень интересный такой мод повышенную ну-ка давай в воде как-то себя поведешь на повышенный выберется давай обратка но не встанет или выберется выберется на повышенный серьезно ай красавчик ай красавчик а так рассвет сделаем класс класс вообще огонь еще прицеп я не знаю из своего пока она будет цеплять что-то или нет но пока все отлично пока все отлично ям как всегда все на высоте татра пак у меня прописывается только пожалуйста ну в описании ну серьезно для таких как я если не сложно чё перевозит хотя бы на что рассчитано там знаешь а то так вот сидеть покупать ладно я запомнил восемьдесят восемь тысяч три очка вот я его буду себе всегда покупать и все все остальное мне будет уже не нужно что вы думаете про данный мод ребята про данный пак напишите пожалуйста в комментариях я лично для себя сделал вывод что в моей коллекции он заслуживает место бытия и на прохождении каких-то карт я буду его с удовольствием на 7 ну вот единственное что еще я сделает полуприцеп на 6 очков реально есть большие карты где он действительно нужен в пакт от прицепов на 6 очков хочу покататься на твою мази он не цепляет от рска до 6 очковый прицеп риска сделал только для своих приходится брать его у нас понимаешь хочу на твою мазь меня была мать на сегодня все всем счастье здоровья ребята до новых встреч пока пока